Отлично. У нас есть с вами небольшая проблема о том, что у нас есть колледжи. Колледжи достаточно интересные учебные заведения, где контингента просто штучно больше, чем в вузах. И на них из-за этого делает акцент государство, в том числе сообщая о том, что это наши рабочие руки, ноги и зачастую еще и головы. Вызов был дан достаточно сильный нам. У нас есть сетевое и системное администрирование. Это те ребята, которые занимаются внедрением, интеграцией, настройкой. То есть разворачивают операционки, настраивают сети и занимаются всем полезным. Есть два стандарта, но здесь можно подробнее прочитать. Официальный логотип системных администраторов. Я считаю, что у нас всегда все в порядке. Если у вас не так, вы поделитесь со мной в кулуаре опыта. Но что меня достаточно сильно порадовало, то что Сергей Кравцов, прямо цитата, QR-кодик, откуда цитата, на межрегиональном чемпионате в Калуге, который проходил совсем недавно, сказал, что сегодня мы видим, что среднее профессиональное образование ничем не уступает высшему, а в чем-то его превосходит. Ну и коллеги, в большинстве случаев, да, мы это, наверное, с вами наблюдаем, поэтому одна из задач — понять место в мире, что у СПО, что у высшего образования. СПО — среднее профессиональное образование, а не свободное программное участие. Итак, кто такой специалист в колледже? Чему он должен обучаться и на базе чего он вообще работает? Это вот выгрузка с того, что студент колледжа должен уметь по выходу из образовательной организации. Если вы знаете, что такое профессионалитет, вы, наверное, видели, что вот прокачать человека до понимания, не обезьяны, которые могут кнопки натыкать, а понимание, как вот это работает, задача государства стоит за два года. Соответственно, это не то, что полезная и очень сильно интересная матрица, но вот это вот те навыки, которые мы собираемся проверять в ходе демоэкзамена, и в большинстве случаев студенты колледжа показывают достаточно хороший уровень. То есть он может вот это все сходить и настроить. Понятно, что это не столько технологический стэк, сколько таблица с технологиями, которые мы хотели бы видеть у него, и она достаточно интересно раскладывается на несколько профилей специальности, то есть появляются базы данных и так далее. Причем здесь свободное программное обеспечение. Мы понимаем, что лучше всего готовить на том, чем они реально будут пользоваться на производстве. На производстве на текущий момент мы пользуемся, процентов 80-90, это все российское. Соответственно, в том или ином ключе в его основу закладывается именно свободное программное обеспечение. Соответственно, здесь мы приходим к хорошей мысли, что есть подходы к и подготовке, и внедрению, и интеграции, которые позволяют нам сформировать качественного специалиста. Возникает проблема, а на базе какой платформы мы должны организовать подготовку. И здесь, я это называю разброд и шатание, то есть в нормативных документах у нас же не сказано, берите это и используйте его. У нас сказано, научите всему хорошему. В свое время, это было, наверное, лет 5 назад, мы активно посмотрели в сторону базальта, потому что один из универсальных дистрибутивов. И сейчас, опять-таки, ребятам мы рекомендуем как точно работающую технологию смотреть на примеры OS-Alt и продуктов, которые на базе OS-Alt крутятся. Соответственно, один из тех плюсов, которые мы считаем очень важными, это то, что в репозитории есть очень многое, все не могу сказать, но очень многое, и очень много именно нового программного обеспечения, ну, то есть конкурентно способных. Возникает проблема, а кто будет готовить тех, кого потребляет, собственно говоря, наша прекрасная бизнес-модель. Вот. Здесь мы с педагогами, которые приехали, привезли своих участников на межрегиональный чемпионат в город Калугу. Вот. Здесь мы как раз рассматриваем кадровый резерв, рассматриваем те фишечки, плюшечки, которые у нас есть в рамках кадрового резерва. И возникает большая проблема, что преподавателя надо ежеминутно, ежесекундно переучивать, потому что он должен бежать впереди паровоза. У нас вот в ВУЗе, например, проблема, что как только мы молодые кадры прокачали, они уже не наши сотрудники. Ну, я думаю, что эта проблема у всех примерно одинаковая. Мы с вами все время находимся в новых условиях, и опять-таки для подготовки нам необходимо иметь единую базу. Чтобы вы сориентировались, как выглядит задание для того, чтобы оценить навыки студента, ему необходимо настроить блок сервисов и сетей, которые разворачиваются в рамках инфраструктуры. Задание лежит на ГИТе, можно полистать, почитать, посмотреть. Ну, из приятного, то, что мы не ожидали, но увидели, что работа прекрасно идет. Ребята приезжают с разных регионов, у нас их было больше 60 регионов России. Берут вот это задание и просто выполняют. Что мы ожидали? Мы ожидали, что скажут, ой, а почему это виртуализация? Ну, в нашем случае была альт-виртуализация, я думаю, что объяснять не надо, почему она была. Ни одного такого вопроса не было. Были предложены ребятам сценарии работы. Часть сценариев шла жесткая достаточно, то есть если мы хотим видеть DNS, то мы ждем, что это будет сделано через Bint. Часть сценариев мягкая, то есть если мы хотим видеть базу данных, то в базе данных должно что-то храниться, что они выберут, без разницы. И опять-таки свободное программное изучение, оно очень хорошо подходит, во-первых, для инвариативности, а во-вторых, для того, чтобы можно было учитывать и региональную компоненту, 60 регионов нашей страны. Ну, понятно, что требования у работодателей могут слегка отличаться и подготовка в каждом учебном заведении может слегка отличаться. Вот это вот делают студенты колледжей, не вузов. У меня есть большое опасение, что студенты вузов с таким заданием за контрольное время не справятся просто физически. Вот. Благодаря такой вот, ну не то что синергии, но активному взаимодействию и в первую очередь поддержке заинтересованных компаний, мы их называем социально ответственные компании, у нас есть часть активности, на которые мы хотели бы вас в том числе позвать. Ну, первая активность прошла, все материалы есть на YouTube, когда-нибудь все-таки мы дойдем на YouTube. И здесь у нас, собственно говоря, спасибо коллеге, который сказал, что у нас реклама сегодня Telegram, вот, естественно, ссылки на Telegram, куда же без них. Там все материалы. При начальной подготовке на этом интенсиве, где мы рассказывали, какие инструменты есть для системного администратора, почему их надо использовать, что можно применять в образовательном процессе и как вообще готовиться, на входе у нас было более 700 человек от Южно-Сахалинска до Калининграда. На выходе мы смогли аттестовать 315. Если вы преподаете, я думаю, согласитесь со мной, что это очень неплохая конверсия. Кроме этого, прошу прощения за текст наложился, но это частности. Кроме этого, мы тут с коллегами посовещались, у Bazalte есть, ну, я говорю всегда так, хорошие стандартные курсы для грамотного системного администратора, целый трек. Но они не всегда ложатся на то, что требуется в образовательной организации. Это либо сильно мало, либо сильно много и так далее. Благодаря совместному сотрудничеству с Bazalte мы разработали AltaDM-EDU, целевая аудитория преподавателей IT, для того, чтобы, во-первых, быть в тренде того, что происходит вообще в мире подготовки, и, во-вторых, готовить качественно наших, собственно говоря, студентов и практически будущих специалистов. Понятно, что к этому у нас есть собственные разработки. Ну, вот здесь вот полностью написанный курс по L2 технологиям чисто на Linux. Пожалуйста, используйте он, есть в библиотеках. К сожалению, не в открытом доступе, потому что требуется соблюдение того, чтобы вы могли включать это в учебные программы. Есть курс по железкам, он сделан чисто на Simpli, Simpli в моем сердечке навсегда, потому что он самый прикольный дистрибутивчик. Мы уже увидели, что даже центры, которые осуществляют ремонт и обслуживание вычислений в технике, начали использовать эти примеры. Ну, собственно говоря, минутка рекламы, что вот это вот все есть, не в открытом доступе, оно именно в библиотеках, но, скорее всего, ваше учебное заведение на эти библиотеки подписаны, поэтому для вас оно просто зайти в библиотеку и посмотреть. Зачем все это происходит? Нам очень хочется засинхронизировать единую базу подготовки для всех регионов Российской Федерации. Нам не хочется делать какое-то ЕГЭ, нам не хочется делать какой-то общий стандарт, нам хочется, чтобы была возможность обмениваться хорошими практиками, и благодаря нашему с вами сотрудничеству такой вот инструментарий появляется, и он активно работает. У компетенции сейчас есть друзья и партнеры, кто-то уже полностью использует свободное программное обеспечение, кто-то еще не полностью, но все сходятся на том, что в образовании применение базовых технологий, оно очень-очень эффективно и хорошо работает. Ну и, собственно говоря, если есть вопросы, готов буду на них ответить. Спасибо. Вопросы? Да, я сразу хотел задать вопрос на пред-пред-пред-пред-дедущем слайде. Еще? Еще. Еще? Да, нет, все. Следующий, да. Я вот хотел уточнить, с какой целью вы были довольны для того, чтобы началась дискуссия, для того, чтобы кто-то начал что-то предлагать, что Simple Linux единственный отечественный дистрибутив, распространяемый по GPL. Какой целью вот именно эта фраза была добавлена? Часть коллег этого, к сожалению, не знает. Понятно, что здесь таких нету, но это мой любимый слайд, который я за собой ношу. Нет, ну а почему единственное, зачем добавлена эта фраза? Он же не единственный, это факт. А вы какую-то хотите спровоцировать дискуссию по этому поводу? Или что? Зачем эта фраза? Для информации. Так чтобы были коллеги, которые другой GPL дистрибутив, ну тоже на Альф, правда, но все равно другой же, это же не Simple Linux. Ну просто очевидно неверная фраза, добавлена в слайд. Мы это с вами можем обсудить в кулуарах. Я без проблем защищу свою точку зрения. Я не думаю, что она интересна сейчас прямо для доклада всем. У Альфа другого GPL дистрибутива нету, если не считать, конечно, регулярки. Но только что же, вот были доклады, за несколько докладов до вас, Альт Гном, он что, не GPL? Это регулярка. Ну а что он? Это не дистрибутив, это регулярка. Понятно, ладно. Ну да, собственно говоря, коллеги, те тезисы, которые я собирался вам в кулуарах доложить, доложили. Очень хочется, чтобы в базовых понятиях мы с вами не путались, и наши студенты не путались. Мне вот лично, как преподавателю, очень важно, чтобы под дистрибутивом не понимали набор софта, который зачем-то инсталируется, а понимали комплексную структуру со своей документацией, со своей поддержкой. Для меня это очень важная галочка. Мне очень важно, чтобы даже если лицензионное соглашение, в нем прописано, что я могу делать все, что хочу, то оно все равно существовало, и его все равно читали. Потому что иногда в лицензионных соглашениях встречаются всякие перлы, после которых приезжает отделка и тыкает носом людей, что, ой, вы знаете, вы тут не дочитали, теперь это будет вам стоить много денег. Это странное решение. А GPL, разве это спасает от отделка? Ведь никогда не спасал. GPL, наоборот, он не является никаким... Еще раз услышите, я не говорил, что GPL читали, я говорил, чтобы лицензионные соглашения читали, любые. Про внедрение здесь тоже ничего не говорил. Я сказал, что учебное пособие построено на базе. Другое построено на OS-Alt. Поэтому так. Никто не хочет, раз Афреш, кто-нибудь еще защитить свой дистрибутив. Действительно, он защитил свою точку зрения, никто не смог его... Так, но если вопросов нет, то можно идти на Coffee Break. Есть, есть, есть. Есть? Давайте слушаем. Да, вот компьютер под управлением Calculate Linux. Российский, конечно. Да, это единственный бесплатный дистрибутив, полностью бесплатный. Не единственный, Гослинукс еще есть. Гослинукс, хорошо. Но Гослинукс, он новый, да, Calculate старый. Вот, все. Сделаю сноску по моему мнению, хорошо. Коллеги, вы не хотите на Coffee Break? Ну, давай сейчас. Лучше купаться. Краткая фраза. Наверное, надо разделять дистрибутивы и продукты. Вот мы как представители базальта смотрим и оцениваем, что есть понятие продукт, компания, а есть дистрибутив. Вот дистрибутивом-то многое является, а продуктом не все является, которое продается компанией. Или, в данном случае, наверное, в этом, как бы, различие в терминах, которое не использовалось. Ну, если у нас эксперт по понятиям не добавит ничего, дистрибутив действительно не равен продукту или как? Нет, ну, дистрибутив – это однозначное понятие. И, к сожалению, вот каждую конференцию приходится одной тоже объяснять. Вот сейчас коллега сказал, ну, совсем некорректную фразу. Он же бесплатный. Причем здесь бесплатный и GPL. GPL и вопрос цены никогда рядом не стояли. Это вообще понятие из двух разных, так сказать, полей. Бесплатный и выпущенный по GPL – это совершенно разные вещи. Он просто фри, например, может быть. Или он может быть под лицензией BSD или там что угодно. Это же, коллеги, ну, давайте все-таки соблюдать какую-то терминологическую чистоту, если хотите. Предлагаю перенести это кофе-дискуссию в Кула. Парай, давайте. Аблацемент.